Декабрь 2020. Заявление министра здравоохранения Максима Степанова. В конце первого – начале второго квартала 2021 года мы надеемся получить 8 миллионов доз вакцины от коронавируса. Что по факту? На носу второй квартал 2021. Но пока Украиной получено лишь полмиллиона доз индийской вакцины Ковишилд. В Минздраве невнятно обещали 700 тысяч доз китайской вакцины коронавак, которая по контракту должна была прийти с начала 7 марта, затем срок перенесли на 15 марта, а сейчас чиновники вообще не могут назвать точных дат. Кажется, дело в том, что китайская вакцина показала недостаточную эффективность. Вероятно ли, что хотя бы до конца второго квартала Украина доберет 7,5 миллионов доз, обещанных в прошлом году министром? Тот же Степанов на днях признался, что 60% украинских медиков вообще отказываются вакцинироваться. Поэтому Минздраву пришлось запустить пропагандистскую кампанию и начать внеплановую вакцинацию «Вип-персон» известных блогеров и лидеров общественных мнений, чтобы они своим примером подняли престиж индо-британской вакцины Ковишилд в глазах украинцев. Поэтому даже если вдруг прямо завтра на Украину с неба свалятся еще 7,5 миллионов доз вакцин от COVID-19, может оказаться, что это будет слишком много. Посмотрим на темпы вакцинации. Сначала прививочные кампании от COVID-19 пройдет уже скоро как месяц. А Украина до сих пор не использовала даже из 100 тысяч доз Ковишилд. Изначально Минздрав анонсировал по 10 тысяч уколов каждые сутки на всю страну. Но на эти темпы врачи стали выходить только сейчас. И даже если медики разгонят темпы вакцинации, уже полученный из Индии поставки Ковишилд хватит еще на месяц-полтора. Все это, конечно, никак не вяжется с рассказом про 8 миллионов доз к началу второго квартала. А это значит, что в Минздраве изначально неправильно рассчитали темпы вакцинации, приукрасив картину ни много ни мало в 10-12 раз. Да, в декабре 2020 Степанов еще не знал, что Украине достанется индо-британская вакцина Ковишилд, чья репутация будет весьма неоднозначной и это вызовет задержки вакцинации. Но с другой стороны, разница между сказанной и сделанной просто огромна. Отдельное удовольствие доставляет пламенный пассаж Степанова о том, что украинцы не могут прививаться российской вакциной, потому что она не прошла третью фазу испытаний. В этом месте не лишне упомянуть, что вакцина Ковишилд тоже еще не прошла третью фазу испытаний, но ее уже применяют в Украине. Ну и напоследок, можно усомниться в личных заслугах самого Степанова в добыче партии драгоценной вакцины. В том же интервью министр сам признается, что в случае с Украиной распределением занимается глобальная инициатива Ковакс, которая обеспечивает вакцинами страны третьего мира. И в случае с Ковишилд именно Ковакс решает, в какую страну и сколько партий будет продано. Вся роль локальных правительств в этом случае сводится лишь к тому, чтобы вовремя оплатить стоимость препаратов и обеспечить их доставку. Справились? И на этом спасибо!